Сегодня 1 августа и естественно целый месяц у нас впереди месяц загадочный сложный кстати вот август всегда из-за того что очевидно это время отпусков и такое время расслабления всегда считает каким-то месяцем катастроф каких-то событий то есть августовский путь можно вспомнить там советском союзе и до всегда падение там гехта самолёнов там чего-то происходит в общем какие-то такие неприятные вещи то есть вот так ли это так ли вообще что нам ждать не знаю вот так настраиваете всех коллега впереди целый месяц лета между прочим и какой месяц замечательный у нас 30 поводов или сколько там сделать что-нибудь хорошее полезное для саморазвития для любви наконец но вот для чего этот месяц предназначен мы сейчас наталья бушуровой поговорим здравствуйте доброе утро здравствуйте доброе утро здравствуйте прошел про просвистел буквально месяц и снова мы обращаемся к вам что же нам небесные тела дать сказывать действительно ли вашим настолько сложный трудный или это вот все выдумки вот как раз такой знаете являетесь собой живой пример того что можно сделать с тем что нам предлагают с одной стороны можно все довести до катастрофы другой стороны как вот сказал александр можно наконец-то любить и сделать что-то там для чего александр вы сказали для саморазвития и прочего я все равно закончил любовью да и для любви в конце концов да вот так здесь конечно очень много в наших руках и кивать на звезды не стоит нам предлагают определенные обстоятельства все те же погодные условия которых я из раза в раз повторяю вот а мы уже решаем что нам делать в этих погодных условиях вот сегодня дождик соответственно ну мы же можем ехать можем ехать можем делать все что угодно вот так же и с астрологическими обстоятельствами на работе мы не можем никуда пока отлучиться и загорать кстати не получится при всем желании действительно можно и позагорать хотя прозвучало это достаточно жесткой идите в солярий я вообще сослала в бухгалтерию да извините отвлеклись немножко так что 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 там какие обстоятельства нас ожидают обстоятельства обстоятельства конечно же августовские веселенькие такие напряженненькие начинаем месяц как всегда на растущей фазе луны новолуние у нас состоялась 28 июля и новолуние состоялась знаки льва а это говорит нам всем о том что мы имеем полное право в течение предстоящего лунного месяца показывать себя рассказывать о себе демонстрировать себя быть яркими не скромничать таланты все свои на показ дарование выставки устраивать соревнования конкурсы и концерты посещать любить наконец александр действительно сколько можно ждать и терпеть это все тоже мы имеем полное право делать такой лев это не мы виноваты это знак льва хорошо а чем все это закончится до какого вообще все это можно показывать на показ все свои дарования выставлять когда убирать это это закрома и с каким результатом мы все это продемонстрируем это же тоже важно показать то я могу где порыв вот кстати о порыве я хотел сказать интересное интересные если перед тем как что-то начать показывать а что будет а что и от этого получила какой будет результат а где порыв мы перестали пролазить в окна и к любимым женщинам мужчины дорогие не перестали но там я знаю чем все закончится к чему я стремлюсь в том то все и дело должна быть цель мечта и реализация а здесь просто ну показать ради того чтобы показать это их гибиционизм извините но кому и гибиционизм единственная цель в жизни хорошо давайте дальше конкретнее завтра у нас состоится очень важная планетарная встреча это соединение двух планет марса и урана знаки тельца плюс произойдет это соединение в близком соседстве с так называемым северным лунным узлом который показывает нам путь эволюционного развития марс это планета действия активности инициатив уран это планета нестандартности неожиданности нетривиальности не так как всегда абсолютно оригинальным образом абсолютно не запланирован действовать этот аспект он уже действует и влияет на нас 23 июля и будет влиять вплоть до 12 августа для чего нам показывать спрашивает меня александр да как что когда александр из риги интересуется и у такого волчок и это 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 отвечать будет наталья бушурова да а мы отвечаем мы должны показывать для того чтобы двигаться вперед развиваться эволюционировать потому что в противном случае те кто не начнет двигаться по так вот и очень как неловко вы зависли на слове двигаться и и двигаться перестали повторите пожалуйста последнюю сентенцию но уже у меня уже мысли убежали вперед хорошо хорошо догоняем догоняем мы двигаемся вслед за вами в припрыжку не стандартно неординарно для того чтобы развиваться абсолютно новые должны быть дороги инструментарий и способы марс это планета действия уран это оригинальное и новое как бы мы не хотели но нам надо менять манеру действия у нас не получается действовать так как ну результата добиться старыми методами очевидно что надо делать по новому об этом нам говорит соединение марса уран тогда мы придем к какому-то развитию к цели к новой противном случае мы останемся за бортом выкинут нас все это должно происходить до 12 августа да то есть действует этот порыв и после 12 августа ситуация изменится этот порыв действует и это поощряется этот порыв нас поддерживается и этот порыв наш в нас поощряется если мы эту волну ловим если мы соглашаемся на это значит нам в этом помогают если мы сопротивляемся значит все равно все это происходит но либо без нашего участия либо мы получаем травмы об этом тоже стоит упомянуть что подобное соединение марса и урана это очень травмоопасный авария опасный взрыва опасный период это период когда может бунтовать техника машины природа это период когда очень высока вероятность землетрясений почему потому что это соединение с ураном происходит еще и в знаке тельца тельца это земная стихия то есть конкретно бунт земли если так можно сказать я говорю ну да я просто да еще я просто как раз говорил о том что вот в августе почему-то всегда происходят вот подобные безобразия а вот мы узнали причину да вы простите меня сегодня с интернет это телец виноват или в начале беседы вы сказали если что сваливает на 2 можно выбирать лев виноват и лец виноват да да опять по-моему что то можно и Но, кстати говоря, вот вы иронизируете, вы иронизируете, а на самом деле уран это в том числе интернет, это техника, это машины, это механизмы Марс-Уран, поэтому восстание машин очень даже вероятно. Поэтому надо по вашему совету, по вашей рекомендации что-то менять, менять, например, машины в том числе, и весь инструментарий поменять на новый, и времени у нас до 12 числа. Если мы успеем скачать на эту волну, то нас ожидает успех и процветание, а если не успеем, то эта волна нас накроет и перемелет, и перемолит, и нам придется как бы жить под этими обстоятельствами, а не над ними. Я примерно правильно понял. Александр, спасибо вам большое, да. Да, что еще, чем еще интересен август, вот если мы говорим про тенденцию пока до 12 августа, вторая половина августа, какими будет отмечено знаками небесными? Я бы хотела еще отметить, что первая половина августа, помимо того, что это прекрасная возможность развиваться и перескочить несколько ходов, или как там, знаете, как в этих играх, да, перескочил несколько ступенек и оказался выше, чем планет. Это еще будет период очень, когда у многих из нас будут проблемы с терпением, с выдержкой, с самообладанием, то есть петель будет срываться очень много. Как там было в старом советском фильме, или меня муха укусила, или я с цепи сорвался. Вот таких вот товарищей будет среди нас большое количество. Но это не должно нас останавливать. Только что на Волунии пережили с трудом. Я вот обратил внимание, как многих крыло. Тут такие письма слали, закачаешься. Читать неудобно было. А на тебе опять, пожалуйста. Нет, да если бы. Критически, критически. В редакцию ругали нас. Не только, еще и различные научные, псевдонаучные исследования присылали с картинками и схемами. Кстати, вот человек нам пишет, любая демонстрация по поводу того, чтобы выставлять на показ свои дарования, требует денег. А где их взять? Что ответите, Наталья, на такое вот? Ну, знаете, это похоже на то, как человек себе придумывает отговорки для того, чтобы не начинать. Здесь тоже причин под этим может быть великое множество. Вот, тут, может быть, и страхи, и глубоко корнями в детство уходящие и так далее. То есть, ну, зачем вы себя ограничиваете? Нет денег для того, чтобы демонстрировать. Демонстрировать можно и без денег. Вот, придумайте, как это делать по-другому. К слову, о деньгах. Знак телеца — это денежный знак. Это первый уровень земли, стихии земли. Это про деньги, это про имущество. Поэтому такое серьезнейшее соединение, оно очень серьезное. Это редкий случай. Конечно, повлияет существенным образом на финансово-имущественную сферу. Мы давно об этом говорим из-за присутствия урана с 2018 года в знаке телеца. Но это соединение еще и к этому соединению, вот эта окраска Марса добавляется. То есть, это будет очень активно, внезапно и неожиданно. Может ли это быть какой-то обвал курса валют? Да, может быть. Цен на ресурсы? Да, очень может быть. Вообще, с темой ресурсов, там, не знаю, что это, нефть, газ, полезные ископаемые. Пускай, пускай на них обвалятся цены. Здесь тоже, может быть. Ну вот обвалятся или взлетят, все-таки вот такое соединение Марс-Уран, это очень похоже, знаете, на космический корабль по энергии действия, чтобы вот тоже, ну как-то передать эту атмосферу, в которой мы сидим. Старт очень резкий. Резкий старт. Может заложить, факт. Спрашивают еще, нет ли опасности эпидемии вот в этом месяце? Ой, как же я люблю этот вопрос. Прям вот мне снится он даже, этот вопрос. Опасности эпидемии. Ну, знаете, за глобальные какие-то вещи, и все-таки за расширение, за интенсивность у нас в большей степени отвечает, наверное, Плутон. Если здесь еще к Плутону бы присоединился Юпитер, то да, прям эпидемия, эпидемия. Можно было бы говорить. Уран — это не совсем про эпидемии, да, это про какие-то социальные, общественные процессы. Это, кстати, я уже об этом упоминала, возможность благодаря такому акценту водолея и уранов нам вписаться в эти общественные социальные процессы, повлиять на эти общественные социальные процессы, как бы мы не были скептически настроены. По поводу эпидемии, ну, август как-то не похож еще на эпидемию. Ну, вот на мой взгляд. Я не вижу пока по августу какой-то эпидемии. Успокоили, спасибо. То есть то, что будет дальше. Эта тема, конечно, ну, как она, будет обсуждаться по поводу короны и прочих всяких этих историй обезьянных. Это да, то есть это продолжение, оно будет нарастать. И к чему это приведет в осени к нашему коридору затмений? Ну, тут известны только тем, которые, которые, которые. Не будем показывать. Тут прямо приходят такие прагматичные вопросы, когда газ подешевеет. Ну, я не думаю, что это вряд ли планеты смогут отвечать за это. А вдруг? А вдруг? Наталья? Да, у нас... Как-то, да, действительно, барахлит техника. Вот обратить ваше внимание еще раз. Я барахлю? Да. Техника, техника нет. Ну, барахлите, техника барахлит. В вас-то мы уверены. Смотрите, по поводу газа. Да? Слышно меня? Да, слышно, слышно. И даже видно. Вы показывайте, показывайте. Так, по поводу газа. Марс, Уран в соединении в знаке Тельца. Александр, прекратите. Вот. Соответственно, возможно... Я уже все, я потеряла. Александр, вы меня сбили абсолютно с толку. По поводу цен на газ. Невозможно сейчас прогнозировать. Никто вам не скажет точно, поскольку такая борьба идет за ресурсы. Обратите внимание, Марс, Уран в знаке Тельца. Это активнейшая борьба за ресурс. Плюс у нас к этому соединению Марс, Уран фактически надвигается опять очередной напряженный аспект, диалог от планеты Сатурн. Сатурн — это власть, управление и закон. Конечно же, здесь идет активнейшая борьба. И пика она достигнет к осени, о которой мы уже не раз говорили. Это октябрь, ноябрь. Там будет основная драка. Будут друг у друга вырывать газ, нефть и прочие полезные ископаемые. Поэтому о каком-то падении цен. Будет постоянно дергаться туда-сюда. Там война сейчас происходит. Война за ресурс. Хорошо. Так и скажем нашему слушателю. Любовные дела. Что в этом нас ожидает в аспекте? Тоже шторм. Ну, нет, нет. Ну почему? Хорошо будет. Сейчас расскажу. До 11 августа Венера, планета любви, будет находиться в знаке рака. Она и сейчас там находится. И любить мы будем нежно, хорошо, если трепетно, бережно, ласково. Оберегая, в общем, сохраняя энергию и свою, и своего любимого человека. С 11 августа прекрасная планета Венера перейдет в знак Льва. И вот тут вот начнется период ярких романов и увлечений. И, кстати говоря, о демонстрации, опять же, Лев-то у нас любит показывать. Мы станем свидетелями таких ярких романов, которые будут на показ выставлены, продемонстрированы. Нам захочется вообще показывать, кого мы любим, что мы любим, как мы любим. Мы будем наряжаться, ярче будем выглядеть. Особенно это, конечно, на женщины имеет влияние планеты Венера, поскольку это женская энергетика. И женщины, начиная с 11 августа, будут все ярче и ярче становиться. Какой прекрасный период нас ждет. Осталось потерпеть всего-то 10 дн. Яркие наряды, яркий макияж, вечерние платья и каблуки в любое время суток. Ну, прекрасное же время настанет. А еще, смотрите, как мило получается. Меркурий при этом, планета, которая отвечает за ум, разум, за рассудочность, за информацию, с 4 августа входит в знак Девы. То есть нас не так уж будет просто очаровать, поскольку мы будем очень вдумчивыми, анализирующими, скептично настроенными. И, кстати говоря, в сентябре Меркурий станет ретроградным. С 9 сентября до 3 октября Меркурий будет ретроградным. А значит, все меркурианские дела, покупки, продажи, ну, какие-то крупные, увесистые сделки, обсуждения, договоры, переговоры, встречи, дебаты, диспуты, поездки, лучше, если мы провернем до ретроградности Меркурия, то есть до 9 сентября. Все, надо успеть в августе. А хотелось бы уточнить, Наталья, кого именно под местоимением «мы» и «нас» вы имели в виду, когда говорили «нас» будет не так-то легко очаровать. Александр, почему вы обратили внимание именно на «мы» и на «нас»? Ну, потому что надо это уточнить. Вы имеете в виду, вы до этого говорили о женщинах, которые станут ярче одеваться. Поэтому я уточняю, речь идет о женщинах или под «мы» и «нас» вы имеете в виду все население. То есть нас будут пытаться кто-то очаровать, но мы будем проявлять стойкость и неочарованность. Да. Ну, неужели я не услышу ответа? Да. Мы это... А сейчас вы меня слышите? Раз, два, три, четыре. Ну, прерывисто. У нас, кстати, осталось буквально меньше минуты. Да. Чтобы получить ответ. Мы это люди. Мы это люди. Мы это люди. Люди это мы. Ну, учитывая качество связи, Наталья, надо... Спасибо большое. ...завязывать, тем более, что время выходит. Жаль, такой замечательный у нас триалог получился. Главный вывод ближайшего месяца – надо не стесняться себя показывать. И, как говорил один бизнес-тренер, что у судьбы есть время только на смелых, а на скромных нет. И он это всё усугубил ещё фразой «всем и так на тебя наплевать, а ты ещё и скромный». Так что отринем ложную скромность. Наступает август. Время активных действий. Наталья, огромное спасибо. Спасибо, Наталья. Всего доброго. Наталья Бушурова, астропсихолог, была с нами с рекомендацией на ближайший месяц. Пока-пока, хорошего и удачного и дня, и месяца.